Каждое утро слесаря сантехника, жилищно-эксплуатационной службы номер 12 начинается с новых вызовов и неполадок, которые необходимо устранить. Мастер участка распределяет задачи между рабочими и ставит цели на день. В итоге кто-то отправляется ремонтировать сантехническое оборудование, кто-то проверяет системы канализации или теплотрасс. Долго объяснять фронт предстоящих работ этим людям не приходится. У многих из них за плечами большой опыт. Например, бригадир Станислав Анищук. Мужчина работает в жилищно-эксплуатационной службе не один десяток лет и за это время уже успел стать настоящим мастером своего дела. Берем заявки, по телефону приходят заявки, сантехники идут, потом прохожу подвалы, смотрю, какие там надо материалы, недостаточки, чтобы потом сделать подготовку к зиме. Я работаю с 1987 года в этой сфере, уже 32 года. Ну, работа, как сказать, нравится. Когда профессия по душе, тогда и любое дело ладится, отмечает Станислав Анищук, и это замечают его коллеги. О своем бригадире специалисты жилищно-эксплуатационной службы отзываются с теплом и уважением. Он для них является примером. Что касается нашего коллектива, это замечательные люди, которые профессионалы в своем деле. Особенно это касается нашего бригадира сантехнического участка Станислава Лукича Анищука. Это человек, который уже не одно десятилетие работает в нашей сфере ЖКХ. Долгое время является бригадиром сантехников. Человек, который знает, умеет делать свою работу. То есть, здесь люди по-южному, где он проживает, его знают, здороваются с ним. И если к нам приходят люди с просьбой прислать сантехника, просят прислать его. Прессиональный запрос делала и Татьяна Николаевна. Отправляясь к женщине на вызов, Станислав Анищук всегда берет с собой тревожный чемодан, где можно найти все рабочие инструменты, которые помогут справиться с любой задачей. Татьяна Николаевна обратилась с проблемой. У нее засырилась раковина на кухне. Справиться с этим самостоятельно у женщины не получилось. А потому обратилась к специалистам, которые ее не первый раз выручают в таких ситуациях. Сколько мне приходилось иметь, допустим, дело с ЖИСом, там настолько высокого класса профессионалы у нас работают. Молодая группа подобралась, такие энергичные, такие молодцы, что просто буквально через 10 минут, бывает, даже не звоню по 115, просто иду и говорю, вот так и так, сейчас будем, 10-15 минут, смотрю, иду. Мастер не только быстро исправил неполадку, но и дал несколько дельных советов, как больше не попадать в такие ситуации, ведь он один из немногих людей с золотыми руками. Дальше нашего героя ждут новые трудовые задачи, пусть и не такие большие, но их позитивное решение станет залогом комфорта для десятков брещан.